Здравствуйте, дорогие друзья! Меня зовут Яков Шатагин. И сейчас мы здесь из Иерусалима снимем для вас очень важные 5 видеороликов про повелительные заповеди, которые может выполнять мужчина ежедневно. У нас, как мы знаем, в Торе есть запреты, 365 запретов, и есть 248 заповедей АСЭ, повелительных заповедей. И сегодня мы поговорим с вами про кипу. Есть такая заповедь, носить кипу. Как вы знаете, все евреи ходят в кипах. Сегодня мы поговорим, откуда это взялось, где это написано и зачем. Итак, в Талмуде упоминается головной убор в таких случаях, когда человек произносит имя Всевышнего, а Тора нам сообщила, что когда ты говоришь имя Всевышнего, Всевышний приходит к тебе. Итак, Всевышний приходит к тебе, ты обязательно должен быть в головном уборе, так написано в Талмуде. А также мы знаем историю, что у коинов, у священников, которые служили в храме, у них была специальная шапка, которая называется Митснефет, тоже головной убор. Ты находишься в храме, Всевышний находится в храме, ты осуществляешь службу за весь народ. Разумеется, что тебе нужно иметь покрытую голову. Также написано, что когда еврейские судьи в Санедрине или в любом другом месте, когда происходит суд, то Всевышний приходит в это место и все судьи обязаны быть в кипах, обязаны быть в головных уборах. Почему? Потому что Всевышний здесь, а когда Всевышний с нами, мы обязаны покрывать свою голову в знак смирения и из-за страха трепета перед небесами. А Всевышний, написано, обожает суд, он ненавидит анархию, когда сильный забирает у слабого, когда закон джунглей, Всевышний это все ненавидит. И очень важно иметь суды, и это заповедь, которую дали Ноаху. И вот, когда еврейский суд собирается и делает Дин Тура, когда собирается судить людей, они должны быть обязательно в кипе. Так написано в Талмуде. Также есть еще один случай, написано, когда ты проведаешь больного. Есть такая заповедь, когда мы приходим, и мы, вот человек заболел, нужно прекратить его проведать. Бикур Холим. И когда я прихожу навестить больного, там тоже находится Всевышний с ним. Всевышний слушает его молитву, и он пытается ему помочь. И поэтому, когда я прихожу к больному, тоже нужно покрывать свою голову. Эти вот четыре места, где в Талмуде сказано и есть упоминание про покрытие головы. Нужно покрывать голову, где находится Всевышний, потому что кипа – это трепет перед Творцом. Кто был первый еврей? Давайте вспомним. Первый еврей был Авраам. Что он сказал? Весь мир был, когда все были язычниками, все поклонялись разным силам природы. Кто-то огню, кто-то воде, кто-то дождю. Пришел Авраам, и он сказал, это все неправильно. У мира есть Создатель, давайте служить одному Богу. И с тех пор еврейский народ носит кипы, как мы сказали, вот упоминание в Талмуде, показать, что мы не живем, как мы хотим, мы не делаем, что мы хотим. Мы не можем поклоняться каждому, что он видит, тому он и служит. А есть один Создатель, мы ему молимся, мы ему служим, и мы носим кипу в знак смирения перед ним. Также в Талмуде есть такая вот история, которая показывает, насколько кипа может нам помочь. Был такой Равнахман Бар-Ицхак. Кто это был? Это была еврейская семья в эпоху Талмуда. И они тогда были очень-очень высоко духовно развиты. И им стало известно, что у них родится ребенок, который будет воровать. И они, понятно, очень волновались и переживали. Ну как же так, у нас родится ребенок, который будет воровать. Что же делать? И его мать Равнахмана Бар-Ицхака, она пообещала и взяла на себя обед. Что, Всевышний, я буду одевать этому ребенку покрытие для головы. Я ему сразу от рождения буду одевать кипу. И, пожалуйста, в заслугу вот этой кипы защити его. И пускай вот это вот желание воровать, оно будет подавлено заповедью кипы. Заповедью ношения кипы. Написано, что когда он родился, мама выполнила свой обед, и ребенок всю жизнь ходил в кипе, постоянно-постоянно ходил в кипе, никогда нигде не воровал. И однажды случилось так, что кипа слетела с головы, и Равнахмана Бар-Ицхак, великий мудрец, он сказал, что у него проснулось вот это желание, его природное желание воровать. То есть мы видим, что кипа, она может даже влиять на человека, и она может помочь тому, кто вот, он родился изначально с наклонностями к воровству, кипа может его излечить. Насколько велика важность кипы, и насколько кипа может нам духовно помогать расти. Также менее известно, что кипа происходит от слова каф. Вот рука называется кафаят, рука. Что имеется в виду? Что Всевышний, он как бы держит нас рукой за голову, он нас оберегает, Всевышний нас ведет. Кипа, она также помогает мне иметь бетахон, веру во Всевышнего. То есть мы сказали, что кипа, это в первую очередь смирение и трепет перед Всевышним. Это как коины в храме, которые ему служили, они должны были иметь трепет. Это когда судьи делают правильный суд, и Всевышний к ним приходит, нужно быть в трепете, надевать кипу. Но также кипа помогает мне помнить, что у этого мира, как мы сказали, как нас научил Авраам Авину, у этого мира есть Создатель. Создатель нас бережет, Создатель нас ведет. И это вот кипа – кафаят. Это словно Всевышний говорит, сыночек, я с тобой, ни о чем не волнуйся, я всегда буду тебя вести. Вот мы буквально в пару минутах немножко коснулись темы кипа. Раньше мы сказали, что кипу носили в Талмуде, написано в этих случаях, которые мы обсудили. Затем еврейский народ постепенно-постепенно все больше и больше было бычей носить кипы, пока окончательно в Шурхан-Арухе не было зафиксировано, как Аллаха, как закон, что все обязаны ходить в кипе. Мы сегодня поговорили, почему, что кипа дает нам трепет перед Всевышним, а также, что кипа – это от слова кафаят, что Всевышний с нами и он нас бережет. Спасибо огромное за внимание. Давайте стараться носить кипы, головные уборы, подходит любая кепочка, любая шапочка. И это очень-очень важно. И пускай кипа нам поможет в наших делах и поможет особенно в нашем духовном росте. Спасибо огромное. В этом видео мы с вами поговорили, что такое кипа и как ее правильно носить. В следующем видео мы с вами поговорим про талит и цицит, зачем их одевать, как их одевать. Подписывайся на мои икра и развивайся духовно.